На рваных полях Подмосковья, на стонущей болью земле, восстала сибирская воля, полушубка белее в Амбле. 17 дивизий сибирских врагу показали кулак, ущекали правых нацистских воинственный дух по обням. Подвиги сибиряков, летчиков, железнодорожников, 28 панфиловцев вспомнили учащиеся 2-го Одинцовского лицея. К 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой школьники сами подготовили программу. Те, которые сидят в зале, на ней видят своих сверстников, провестников, и это лучше воспринимается, потому что, как говорится, если он вышел в любой день, могу так же выйти я, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Такая хорошая мотивация. На сцене ребята из разных классов, от 6-го до 10-го. Они поют, читают стихи, рассказывают зрителям о подвигах героев Великой Отечественной. К выступлению готовились серьезно, около месяца. Работали в группах, информацию искали в интернете. Девятиклассникам Максиму и Ярославу досталась тема народного ополчения. Я очень многого и так знаю про Великую Отечественную войну, но этот материал, который я готовил, да, конечно, я узнал много нового и интересного. Я изучаю историю, потому что она мне нравится. У меня нет каких-то обязанностей перед кем-то. Мне просто это нравится, я это делаю. История для Максима – это хобби. Свою дальнейшую профессию он собирается связать с информатикой и IT-технологиями. Но считает, что знать прошлое необходимо, ведь это и история семьи каждого человека. У меня прадедушка был в концлагере, вернулся. К сожалению, он умер лет пять назад, но я его очень-очень любил, я его помню и уважаю. И буду помнить всегда. За два дня рассказ о защите Москвы, подготовленный лицеистами, услышали все ученики с 4 по 11 класс. Такие мероприятия в лицее считают важными для подрастающего поколения. Почему мы смогли победить врага? Только потому, что мы были все вместе. Со всех уголков, даже с тех уголков, где люди не знали о войне, война была за тысячи километров. Они не слышали разрыва снарядов. Их семьи не сжигали живьем. Они все поднялись. Все поднялись как один. И вот я, ребят, всегда вас призываю к этому уважению, к дружбе, к поддержке. Наша страна славится подвигами. Никогда мы не посягали на чужие территории, никогда мы не вели захватческие войны. Всегда они были освободительные. И дети должны знать об этом. И мы должны озвучивать и напоминать, что они потомки великих победителей. И мы всегда, как говорится, за свой дом, за свою страну горой.